80% судьбоносных событий происходит именно до 30 лет. Самое время задуматься о будущем. Если человек до 30 лет не задумывается о будущем, то позднее он столкнется с массой проблем – личных, семейных, карьерных. Досмотрите этот ролик до конца, и вы поймете, что нужно сделать до 30 лет. Если вы впервые у нас, подписывайтесь, у нас самые интересные и полезные ролики. Начать заботиться о здоровье. До 30 лет мы мало о нем задумываемся, часто пренебрегая сном и полноценным рационом. Но хороший отдых, правильное питание и физическая активность – залог отличного самочувствия и долголетия. Подумайте, какая из этих сфер особенно нуждается в вашем внимании, и начните, наконец, что-то менять. Избавиться от вредных привычек. Одни подрывают физическое здоровье, другие – эмоциональное, а третьи не могут укрепить финансовое положение. Выберите одну или несколько своих привычек, которые раздражают вас больше всего, и начните, наконец, работать над ними. Друзья, давайте продвигать здоровый образ жизни. Напишите в комментариях хэштег «Нет вредным привычкам». Возможно, кто-то посмотрит и задумается. Мало ли, вперед! Научиться управлять своими финансами. Беспечность в отношении финансов оборачивается долгами и выживанием от зарплаты до зарплаты. Пора бы уже контролировать свои расходы и доходы, улучшить денежное положение и обрести чувство защищенности. В этом помогут современные веб-сервисы и приложения. Начать откладывать на старость. Не рассчитывайте, что кто-то обеспечит вас в будущем. Приучите себя откладывать, чтобы в старости не остаться на мели. Для этого нужно четко сформулировать свою цель, вести учет финансов и, конечно, меньше тратить на приятные, но ненужные вещи. Проводить больше времени с близкими. Социальные связи укрепляют здоровье и увеличивают удовлетворенность жизнью. Так что находите время на общение с родными и друзьями. Заведите совместное хобби, ходите на прогулки, обсуждайте книги и фильмы. Наслаждайтесь каждым моментом вместе. Ставьте лайк, если любите своих родных и близких. Научиться обсуждать сложные вопросы. Избегая неприятных тем, вы не разрешите ситуацию. Каким бы избитым ни казался совет все обсудить, он действительно работает. Неважно, с кем у вас возникли сложности. Родными, коллегами, руководителем или партнером. Выходите из зоны комфорта и говорите об этом. Со временем подобные беседы будут даваться легче. Отпустить старые обиды. Избавляться от болезненных воспоминаний просто необходимо. Иначе они так и будут омрачать вам жизнь, не давая двигаться вперед. Однако на практике сделать это не так просто. Постарайтесь сначала принять действительность такой, какая она есть, а потом впустите в нее новые позитивные впечатления. На этом все, друзья. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал и смотреть старые ролики. Хорошего всем настроения, удачи и пока!